Сейчас была клиентка, у которой не складываются отношения с мужчинами, постоянно попадаются какие-то, ну грубо говоря, моральные уроды по ее словам, то есть все время то один, то второй над ней издевается, не говорит ей приятных слов, не проявляет никакой ласки, доброты и так далее. И ладно, если бы это было один-два, а то это постоянно, то есть один заменяет другого и все ведут себя в том же духе. И выяснили с ней то, что она в принципе выбирает таких мужчин, она выбирает таких мужчин, вот похожих, одинаковых, для чего, задается вопрос, да, то есть почему она выбирает. Также вернулись немножко с ней в ее детство, где выяснилось, что у нее был такой отец, отец именно такой достаточно строгий, холодный мужчина, который мало проявлял любви к матери, да, то есть полностью игнорировал ее какие-то желания и так далее, то есть не было таких идеальных отношений, соответственно и к дочке тоже не было теплоты, то есть он не проявлял никакой теплоты, не проявлял никакой заботы, не интересовался, как у нее были дела и так далее. И она всячески пыталась заслужить вот эту любовь у отца, стараясь быть хорошей девочкой, все делая, да, то есть помогая маме и так далее и тому подобное, в принципе тоже, что и делала ее мать, старалась быть хорошей хозяйкой и так далее. И вот эта маленькая девочка, она просто закрепила у себя такое поведение, то есть для нее это стало нормой, то что для того, чтобы как бы заслужить какую-то любовь и доброту и какое-то внимание, нужно быть какой-то хорошей, удобной и так далее. И она вот выросши, все так же продолжает стараться заслужить эту любовь. И почему попадаются именно такие же мужчины? Потому что она сама выбирает, то есть для нее был первый мужчина в плане, как образ мужчины, это ее отец, да, и она вот этот паттерн поведения, то есть вот этот пример родителей взяла на себя, то есть и пытается продолжить это в своих уже отношениях, да, то есть вот выбирает такую же мужчину, как ее отец, чтобы таки наконец-то заслужить эту любовь, чтобы заслужить эту любовь, понимаете? То есть ее маленькая девочка, застрявшая в детской позиции, не получившая той любви и внимания от отца, сейчас проявляется во взрослой женщине и пытается таки забрать, отжать эту любовь, да, то есть вот найти такого же мужчину, чтобы все-таки от него получить эту любовь и внимание. Но, к сожалению, такого не происходит и не произойдет. Но огромнейший шаг сегодня сделали, поняв вот это, то есть моя клиентка поняла наконец-таки, почему получается так, то есть она сама неосознанно выбирать таких мужчин, чтобы накормить ту маленькую я, ту маленькую девочку, дать ей ту любовь, которую она не получила от отца, дать ей и взять точнее эту любовь у этого взрослого мужчины, у ее партнера. Но такое не произойдет никогда. То есть партнер никогда не даст вам ту любовь, которую вы когда-то не взяли у родителей. Неважно, кто это будет, но вы не сможете получить то, что не получили в детстве. Поэтому задача сейчас вырастить эту маленькую девочку и дать ей то, чего ей не хватило, но будете это давать вы сами. То есть клиентка будет пытаться взрастить себя, занять вот эту позицию взрослой женщины, понять, осознать, принять это все и, соответственно, полюбить себя такой, какая она есть и уже при выборе нового партнера осознанно понимать, кого она ищет, по каким признакам и так далее. Но это, в общем, будет работа, длительная работа, но я уверена, что у нее все получится, потому что первый такой вот прям классный шаг она уже сделала. Если кому-то откликается, пожалуйста, пишите в комментариях, мне очень интересно, потому что я знаю, что это встречается сплошь и рядом, что мы продолжаем, чтобы накормить того ребенка, который чего-то недополучил в детстве. Мы это ищем в нашей взрослой жизни, в наших партнерах, в наших друзьях, на работе, неважно где, и удивляемся, почему мы не получаем чего-то. Поэтому пишите, если вам нравится вот такой формат, то что когда у меня происходит консультация и какая-то важная тема, я могу выносить это на общее обсуждение, не называя, естественно, имен, и как бы я предварительно спросила у клиентки, могу ли я рассказать эту историю. Так что жду комментарии внизу.